Библейский портал экзегет.ру представляет А в конце он говорит, а жизнь Иова вернулась опять к благополучию Все у него потом было хорошо Но этот повествователь, он нейтрален, он просто излагает события Мы слышим голоса Иова, друзей, загадочного человека по имени Элегу Потом сам Бог говорит с Иовом И голоса мы очень отчетливо слышим, знаем их позицию А где позиция автора? Что он об этом думает? Мне кажется, 28 глава — это комментарий автора Формально вроде бы она продолжает речь Иова в 27 главе Но очень не похоже на все, что говорит Иов Иов говорит предельно лично, Иов говорит из своей жуткой яркой боли А 28 глава очень спокойная, размеренная, в ней нет никакого «я» Иов все время криком кричит «я, я, я, я хочу с Богом говорить» «Меня Бог обидел», «я Богу объясню», «меня Бог должен пожалеть» «А вы, друзья, меня не слушаете» Вот это краткое содержание всех речей Иова А в 28-й нет никакого «я», нет никакого «вы» Такое ощущение, что эту главу пишет человек Который сидит таким, знаете, дождливым днем у огонька И так размышляет, не торопясь, в комфорте, в благополучии Вот авторский комментарий Хотя формально продолжение речи Иова, но совсем не он Упустили Молоточком отбивает от стен этого самого забоя Такие вот камни, да, из которых потом выплавляют В горниле серебро и золото Очень подробное, кстати, хорошее описание Древней добычи руды Тут и про железо, и про медь И про серебро, и золото, да То есть все четыре основных металла Которые тогда были в употреблении И так, знаете, очень вот и красиво, и нейтрально одновременно Вот как интересно добывают металл Ведь земля, родящая хлеб, в глубине оплавлена, как огнем В ее глыбах таятся сапфиры, и крупицы золота сокрыты Какая интересная природа Вот какой сложный мир В нем есть какие-то свои уголки Вот он в шахте, наверное, побывал, этот автор Я когда-то открыл для себя там подводный мир с аквалангом Надо же, как интересно устроит мир Он совершенно не похож на то, что мы видим на поверхности Вот поразительный мир, сложный Тропу туда и орел не разведал Глаз сокола не высмотрел ее Не хаживал по ней зверь горделивый Кто это такой, кстати, непонятно Может, некий мифологический зверь Там левиафан, бегемот, которые будут потом А может быть, это там, скажем, лев Лапа львиная не ступала То есть никакие звери даже туда, вот в этот мир подземелья не спускались А люди берутся за скалу и гору выворачивают с корнем В камни прорубают каналы И сокровища предстают их взору Они добираются до истоков рек, потаенное выводят на свет Какой гимн человеческой способности познавать и изменять мир Люди находят глубины с драгоценностями Которые никому, ни одному живому существу на земле не то, что не открыты, не интересны Только люди догадались, что земля, из которой хлеб растет, она внутри совершенно другая А там какие-то абсолютно другие драгоценности, золото, сапфиры и так далее Как это удивительно Но откуда берется мудрость и где добывают разум? Она ценнее золота, правда? И даже золото так трудно добыть А как добыть мудрость? Где взять ее? Путь к ней человеку неведом И в стране живых ее не сыщешь То есть там, где мы с вами живем Скажет, бездна во мне ее нет Скажет, море нет и у меня Бездна, вот некоторая первородная, первобытная такая сила, стихия В рассказе о сотворении мира Да, тьма над бездной И море, тоже там Дух Божий веял над водами В рассказе о сотворении мира То есть что-то такое, что вот самое-самое древнее Самое-самое первобытное Как вот эта первобытная земля, которая родит золото из сапфира Но может быть я золотом заплачу за премудрость Куплю ее дорогой ценой Червоным золотом за нее не заплатишь И серебра за нее не отвесишь Не купишь за самородки афира Афира такая страна полусказочная Где-то на юге, наверное, от Восточной Африки Оттуда привозили очень ценные всякие предметы И вот эти афир и его богатство Это считалось просто такой шик Супер качественные всякие самородки золотые Или драгоценные камни Не купишь за самородки афира За самоцветы оникс сапфиром Ни златым, ни стеклом ее не оценишь Стекло, кстати, было очень дорогим Его уже знали, но с большим трудом делали Оно очень дорого стоило Ни златым, ни стеклом ее не оценишь На драгоценный сосуд не сменяешь О хрустале, о кораллах и не думай Мудрость добыть труднее, чем жемчуг Жемчуг как добывают? Ныряльщик, ныряют на глубину Вытаскивают раковины Очень много раковин вытаскивают Только в одной будет жемчужина Вот мудрость еще труднее Кушицкими топазами ее не оценишь Куши, это страна к югу от Египта Там Судан, Эфиопия нынешняя Тоже очень далекая торговля Очень ценные редкие вещи За чистое золото не купишь Вот мудрость не продается Ни за какие сложные и редкие товары Так откуда же приходит мудрость И где добывают разум? А они же есть в мире Как золото и серебро Вот золото и серебро мы выяснили Где добывают В шахтах висят люди И добираются до истоков рек Прорубая каналы в скале У Тайнана от глаз всего живого Сокрыты даже от птиц небесных Гибели смерти они скажут Знаем только понаслышке Гибели смерти Вот Шиол и Авадон Вот это какие-то Тоже может отчасти мифологические персонажи Или просто вот тот мир Куда уходят после смерти И вот там наверное мудрецы прошлого Могут поделиться мудростью Нет, они говорят Знаем только понаслышке Что-то такое нам говорили Но толком не можем ничего сказать Но путь к ней ведает Бог Только Он знает где она Его взор достигает края земли И все что под небесами Он видит Мудрость от Бога Где она у Него мы не знаем Но иногда Он нам ее дает Когда Он взвешивал ветры Когда полагал меру водам Когда давал Он устав дождям И бурям громовым открывал дорогу То есть когда Он творил мир И обратим внимание Что сотворение мира Как его разметка Как границы, пределы Меры, весы Вот мир не просто Это такая куча всего Наваленная в хаосе А это сложно настроенный организм Где все взаимодействует И все взаимодействует по воле Божьей Вот удивительно это представление О Боге как о талантливом мастере Который создает что-то невероятно сложное Тонкое, живое, развивающееся, меняющееся И мудрость вот где-то здесь Вот когда это все было Тогда Он увидел мудрость И исчислил И утвердил ее, испытав Видите, Он мудрость даже не то, что создал Он ее увидел Вот почему, кстати, слово мудрость По-гречески София Потом будет считаться синонимом Второго лица Троицы Будут говорить о премудрости Божьей Как о сыне, о логосе Потому что вот здесь мудрость даже не творение Бога Как, кстати, в 8 главе книги притчей Это что-то такое, что присутствует при творении Что-то такое, что часть этого творения Что-то такое, что само творит И поэтому логично сказать, что мудрость Это, собственно, тоже Бог Это не некое Его произведение Ну, а для христианина это, конечно, второе лицо Троицы И утвердил ее, испытав То есть проверив, поняв, какова она Он эту мудрость утвердил Он дал ее в качестве такого вот стандарта Чего-то, что человеку все же может быть доступно А человеку сказал Господа боятся Вот в чем мудрость Сторонится зла Вот в чем разум То есть мудрость гораздо больше любых определений Но человеку нужно дать конкретное наставление Как ты достигнешь эту мудрость Вот начинается же Золото добывают в шахте Вырывают глубокую шахту Висят на веревке Долбят там стенку Добывают руду Потом в горнил эту руду кидают Выплавляют чистое золото Долгий, сложный, утромительный процесс А мудрость, как ее добыть? Вот откуда она взялась, никто не знает Как древний человек не понимает Откуда взялись золотые самородки Или там какие-нибудь бриллианты Не бриллианты, а, простите, алмазы В вот этих самых пластах земли Которые под плодородной почвой Вот откуда-то они там взялись Так и мудрость непонятна, откуда она взялась Господь ее каким-то образом В начале присотворения мира Включил в этот процесс Но человеку дал лишь инструкцию Как ее достичь Бояться Господа и сторониться зла Вот, собственно, и все, что тут нужно Действительно не похоже на речь Иова Слишком спокойная, слишком размеренная И я считаю эту речь Авторским комментарием Автор говорит от себя Вот, как, знаете, в древнегреческой трагедии Выходит герой, протагонист Он что-то там произносит, какие-то речи А потом хор поет Вот здесь у нас несколько таких героев Главный Иов, три его друга Потом еще появляется один четвертый Потом Господь Но это вот хор, который здесь произносит такой гимн премудрости, уже авторская позиция. А Иов, конечно, в 29 главе продолжит свою речь.